Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок! Сегодня мы поговорим с вами об одной очень интересной штуке. Что будет, если трутовик, вот такой вот грибочек-трутовик, положить в полиэтиленовый пакет во влажную камеру? Сделать это очень легко. Грибы-трутовики повсеместно распространены в умеренной зоне в лесах, являются вредителями леса. И сейчас время, когда все еще в тех зонах, где нету сильного мороза, можно найти не только трутовики, но и многие другие, грибочки, которые там застрялись осенью или даже подросли вот в это время на пеньках, на каких-то отмирающих древесений, на стволах мертвых деревьев и так далее. И можно их тоже собрать для этой цели, они вполне подойдут. Что же будет, если такой грибочек положить во влажную камеру? Мы не раз на нашем канале рассказывали вам о пользе грибов рода Триходерма. Триходерма является очень сильным стимулятором роста растений. Триходерма является прекрасным способом приготовления очень ценного и быстрого компоста. Триходерма является антагонистом, то есть она является еще и паразитом различных болезней растений, будь то фитофтора, переноспороз, мучнистая роса, милдью на винограде, аидиум, кладоспариоз, серая гниль очень сильно подвержена паразитизму Триходермы и многие-многие другие заболевания растений по плечу этому организму. Почему? Потому что Триходерма, особенно та Триходерма, которая паразитирует на грибах, является очень-очень активной. Ее внесение в почву, по листу, по веткам является известным, широко распространенным способом борьбы с заболеваниями растений. Ну, многие столкнулись с тем, что, к сожалению, в препаратах, которые продаются в магазинах, Триходермы не так уж много. Там могут находиться какие-то гранулы, хорошо, если там, может, зерновой какой-то Триходермин, потому что, по крайней мере, на зерне будут активные продукты жизнедеятельности Триходермы, что, в общем, тоже неплохо. Ну, конечно, в идеале, чтобы там были споры Триходермы, чтобы Триходерма могла прорастать. Если дело мы имеем с таблетками, с какими-то крупинками сахара, еще с чем-то, то там продуктов жизнедеятельности Триходермы нету, и если там нету спор Триходермы жизнеспособных, то это пустая трата денег. Так что же произойдет, если вот трутовичок положить, или какой-то грибочек из леса положить вот в такой вот пакет? Целой большой серии экспериментов мы увидели, что грибочки эти начинают обрастать Триходермой. Триходерма является естественным обитателем лесов умеренной зоны, но, кроме того, Триходерма очень широко распространена и в тропической зоне. Ну, собственно говоря, где есть лес, там есть и Триходерма. Где растут грибы, съедобные, несъедобные, там есть и Триходерма. Поэтому сам по себе этот факт не является каким-то удивительным, что трутовички вот такие взяли и обросли Триходермой. Насколько эта Триходерма цена для нас, для садового и огородного хозяйства? Она не просто цена, она в высшей степени цена. Потому что как раз эта Триходерма, которая выросла на грибах и является активнейшим паразитом, в том числе патогенных грибов. Это очень важно. Ну, имея лабораторию, имея возможности посмотреть, что же выросло на этих грибочках, мы, конечно, их посеяли в чашечке Петри и обнаружили удивительный факт, что это не какая-то одна Триходерма. Буквально вот на одном грибочке, который оброс вот такой вот зеленью, мы обнаружили на некоторых грибах 5-6 разновидностей Триходермы. Причем мы их уже испытали, успели испытать. И оказалось, что какие-то из этих разновидностей очень активно разлагают целлюлозу. Другие очень активно поедают хитин. Третьи очень активно ведут паразитический образ жизни на фитопатогенных грибах. Различных, широкого спектра паразитизм очень. И вот все вместе, будучи все вместе выросшими здесь на одном грибе, они, конечно, представляют мощнейшее средство для защиты наших огородных растений от всевозможных болезней. Что же делать? Какой может быть механизм работы с этими трутовиками? Нужно пойти в лес, набрать вот таких вот больших, маленьких, разнообразных трутовиков. Ну, вот мы обнаружили, что наиболее эффективным является сбор трутовика настоящего. Но есть и другие виды трутовика. Например, вот такой вот трутовик окаймленный. Он имеет такую более твердую лаковую поверхность блестящую. Он обрастает триходермой гораздо медленнее, чем трутовик настоящий. Но тоже обрастает. Да и вообще, любые вот такие древесные грибочки, которые растут на деревьях, с большой долей вероятности будут источником триходермы. Проделав неоднократно сбор в разных местах вот этих вот грибочков всевозможных древесных, мы посчитали, что примерно, ну, более чем в 80% случаев вот этот вот грибочек будет обрастать триходермой. Соответственно, надо сходить в лес, насобирать вот этих вот грибочков и положить их во влажную камеру. Это обыкновенный полиэтиленовый пакет, куда вы завязываете ваши грибочки для того, чтобы там влага собиралась, она может капельками там даже находиться. И нужно подождать, ну, примерно недели три для того, чтобы увидеть рост триходермы. Такие грибочки вы можете попросту закопать в землю, можете его раздробить и по столовой ложечке вот этих дробленых грибочков уложить под влунки, под высадку томатов, там, перцев, капусты, чего угодно. Вы можете выболтать эти грибочки в воде, дать возможность этой триходерме и продуктам ее обмена попасть в воду, ну, примерно, может быть, около стакана вот таких грибочков. Ну, это же примерно, понимаете, ну, как тут, ну, такого вполне хватит на ведро воды, вот такого гриба, обросшего триходермы. Там в этой воде, в этом ведре воды окажется колоссальнейшее количество спор, колоссальное. И этой водой впоследствии опрыскать ваши растения с тем, чтобы сделать и хорошую профилактику, и лечение целого комплекса и садовых, плодовых, и декоративных, и овощных растений. Как сейчас можно все это организовать? Ну, во-первых, споры триходермы довольно устойчивые. Вы можете прямо сейчас, зимой, сходить в лес, набрать этих трутовиков, положить их в полиэтиленовый пакет, куда-нибудь засунуть в подвал, и до весны о них забыть, до того, как они вам понадобятся. Вы можете их подсушить, а уже, когда они вам понадобятся, положить их вот в такую влажную камеру, немножечко сбрызнуть их водой сверху для того, чтобы восстановить их влажность, ну, то, чтобы они напитали воды, и опять сделать такую влажную камеру, и они полностью обрастут у вас триходермой. Ну, а дальше с триходермой работать так, как мы работаем с ней, будь она выращена на отрубях, на зерне или на чем-то еще. Ну, конечно, для тех, кто очень, так сказать, у кого силен дух экспериментаторства, можно взять, вот как у меня есть такая банка пропаренных, прожаренных отрубей, немножечко вот взять буквально зубочистку, спичку, ну, что-то более-менее чистое взять, и вот немножечко этой триходермы поскрести, 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 и во влажные отруби это все дело заселить. И у вас прекрасно здесь сформируется чистейшая культура триходермы. Это удивительно, насколько вот эта триходерма, которая растет на трутовиках, способна побороть. Остальные грибы, которые здесь могут расти тоже, это и мукор, и резопус, и целый букет, и там, пеницилы какие-то, и так далее, и так далее, многие-многие-многие другие грибочки. Они просто захватывают всю эту территорию и не позволяют ничему другому здесь развиваться. Вот такая сильная здесь растет триходерма. Почему же здесь на одном грибочке таком можно собрать огромное разнообразие различной триходермы? Это связано с распространением в природе биоразнообразия. Это очень хорошо, потому что каждая триходерма занимает свою нишу. Конечно, ученые занимаются тем, что среди всего этого большого разнообразия выбирают ту, которая быстро растет, обладает хорошим фитостимулирующим потенциалом, обладает высокой паразитической способностью в отношении фитопатогенных грибов, и так далее, и так далее. Но я вам хочу сказать, что на сегодняшний день, перелопатив очень много препаратов, ну за небольшим-небольшим исключением, живого начала там практически никогда нет, или выявить его, выцепить оттуда это живое начало, очень-очень трудно даже в лабораторных условиях выделить оттуда этот гриб триходерма. Поэтому вот этот способ, так сказать, провокации на грибах-трутовиках, на прочих лесных грибочках, рост гриба триходермы, если он у вас здесь в виде такого зеленого налетика появился, выносить его в почву, вносить его в лунки под посадку рассады, выбалтывать эти трутовики, смывать с них эту массу триходермы, заселять стволы, заселять ветви плодовых деревьев, заселять посадки, заселять мульчу, заселять там кусты целые и так далее путем опрыскивания, заселять поверхность листвы овощных и декоративных растений. Это очень и очень благоприятно для такой настоящей природной защиты наших растений от большого комплекса различных болезней. Ну, конечно, сразу возникнет вопрос, а в какой дозе это надо делать? Вот в какой дозе это? Сколько этого трутовика внести на квадратный метр? Конечно, ответить на этот вопрос довольно сложно, потому что у кого-то трутовик вот такой, у кого-то трутовик вот такой, у кого-то там оброс он сильно, а у кого-то он оброс там буквально совсем чуть-чуть, а у кого-то, ну, если он совсем не оброс, то он для наших целей бесполезен, выбросите его в компост, пускай там до него компостная триходерма нападет и съест его. Но, как правило, какой-то такой большой столовой ложки препарата триходермы вполне достаточно, чтобы заселить ее на площади 1-2 квадратных метра. Ну вот примерно так. Что такое 1 столовая ложка? Ну то есть вот такой вот рутовичок, если вы его измельчите, ну то здесь 2 столовые ложки точно получится этой массы триходермы. Это вполне достаточно на 1-2 квадратных метра для заселения. Ну или вот, если вы сами делаете, вы можете его сделать в ведро 2-3-10, вы можете мешками наращивать эту триходерму, если в вашем лесу она есть, и действительно она у вас вот таким вот образом удается. Поэтому можете сыпать ее щедро рукой. Она не обладает фитотоксическим действием, она не тормозит рост растений, она не обладает каким-то фитопатогенным эффектом. Она напротив может создавать микоризу вместе с растениями и всячески помогать им давать хорошие результаты по урожайности, по декоративности, по витаминности и так далее. Ну а сейчас в преддверии высадки семян, посева семян на рассаду, ну что можно сделать? Можно взять чайную ложечку, соскрести немножечко вот этого зеленого налета с грибочка и разболтать в полстакани воды немножечко буквально, и заселить ваши семена перед посевом путем окунания на несколько часов с поровой массой вот этой вот триходермой. Какая бы она ни была, это все равно лучше, чем ничего. И в любом случае вот именно такая паразитная триходерма, которая растет на грибах и будет той самой, самой активной, которая вам и нужна в вашем садово-огородном хозяйстве. Что ж, вот вам и ответ на вопрос, что будет, если трутовик или грибочек какой-то лесной, древесный положить в полиэтиленовый пакет. Будет много всего хорошего и полезного. Надеюсь, наши советы помогают вам выращивать богатый, здоровый и вкусный урожай. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!